Бабья осень Ее запах, звук, движение Ольга Кошелева, живописец Мы обратились к председателю Омского отделения Союза художников Российской Федерации Андрею Машанову Рассказать об авторе выставки Небо и земля Вот традиция пастели Любовь к пастели Именно к этой изобразительной технике Она не утрачивает своих позиций И у нас очень много художников Которые продолжают эти традиции В том числе и Оля Кошелева Со своим языком Потому что Ольга сильно отличается Она нашла свой язык Свой образ Сильно отличается От пастелей Художников старшего поколения У нее граничащие С формальным решением Но при этом все это очень реалистично То есть у нее очень свой язык Очень мягкий Очень тонкий Очень хорошо выстроены Построенные композиции Поэтому, конечно Ольга Михайловна Она в этом отношении молодец И вот мы на выставке Небо и земля На мольберте представления Ирины Геннадьевны Пендиковой Кандидата философских наук Читаем Творческая манера Ольги Кошелевой Одновременно индивидуальна И универсальна Что делает ее работы Созвучными творчеству Не только российских Но и европейских мастеров Перед просмотром Охватывает краткое Трепетное волнение Как перед началом спектакля Говорим о разном О пастели Что требует Интуитивного чутья к цвету О первых работах И персональных выставках Если Омский театр живописи Танцует пастель Дега 19 век То на пастельных листах Ольги Кошелевой 21 век Вы не увидите человека Но ощущаете его присутствие Ощущаем тепло Переданное художникам Кончиками пальцем Принимаем льющийся свет Ее интуицию цвета Задолженная Как можно так нарисовать картину Близость художника К своему творению И к соприкасаемость Сообщает глубину И тонкость происходящему По научному определению словаря Это называется экзистенциализм Пастельная бумага На стандартную Тустью покупает На странных производствах Все время Стандартный размер А вот из нее Родилась Ольга Кошелева В Омске Окончила художнографический факультет Омского государственно-педагогического института Имени Горького Ольга Михайловна является участницей И дипломантом Международных всероссийских Межрегиональных Областных и городских выставок В начале своего творческого пути Я очень много работала В технике масляной живописи И лет 15 посвятила Как раз и три техники Работала очень много Как бы широкой кистью Мастихином Большими полотнами С большими полотнами И завораживала меня эта техника Такой пластичностью масла Его многосеансовым подходом Как бы возможностью Создавать очень большие Такие плоскости Как бы я работала в жанре Портрета и пейзажа в основном Но постепенно Я стала обобщать работу И поняла, что технически Масло не совсем дает Те возможности Которые мне хочется передать Со стороны обобщения Работы самой картины Как бы как материала И получилось так Что в конце 90-х годов Как бы там У меня не было еще мастерской Работала дома Да, там кухня Какие-то себе уголки находила И получилось так Что у меня не было возможности Масляной живописи Дома заниматься И потребность создавать Какие-то творческие произведения Она была И я попробовала пастель Вспомнила, что Когда я была студенткой Я пастелью работала Какие-то работы создавала И на кухне Стол раскрыла В общем, положила листы И я попробовала дома пастель И моментально Знаете, с первого листа Абсолютно сразу Я получила то, что я хотела В плане технического обобщения Материала Первые работы мои были Одна называлась Например, пляж Работа Еще одна называлась Белые ворота Работа Белые ворота Она навеяна Православной архитектурой Поэтому переход на пастель Он был очень легкий для меня Очень легкий Приятный Как раз в 2006 году Состоялась моя первая Персональная выставка Где я показала Пастельные листы Я видела, что все равно Как бы я стремлюсь к тому Чтобы у меня В любой работе появился Как бы или поток света Или ощущение света Или просто, да На уровне, опять же Каких-то Тактильных ощущений Да, что вот идет Световое впечатление Вот И работала, как бы Создавала работы И в один прекрасный момент Очень хороший художник Куратор многих выставок В Омске Сергей Баранов Звонит мне И предлагает Сделать выставку В областном музее В 2014 году У меня состоялась Персональная выставка В Аврубелевском музее Она называлась Свет Как бы Где я впервые Может быть Увидела В большом пространстве Да Все свои работы Ну на тот момент Как бы там 40 работ было представлено По-моему Вот И Как бы я смогла Так обобщенно Посмотреть Со стороны Сама на себя Последние работы Они связаны У меня не было Творческих поездок Я работала Все время В Омске В городе И Они связаны Даже вот С Омском Очень много работ Где Идет Вот наслоение Да Вот такой Геометрии города И Все время Вот эта потребность Увидеть Какой-то кусочек Природы Да Приводит к тому Что ты Начинаешь мыслить Не только Цветовым пятном Как я всегда Мыслила Но и Каким-то Геометрическими Понятиями И здесь Вот появляются Отсюда И окно Города Да Тема Как бы И линейные Темы Как бы Звучат Ну и вот В прошлом году Летом Меня пригласила Галерея Ордеас Иркутская галерея На международный Пленэр На Байкал Я воспользовалась Конечно этим Приложением Съездила В творческую Поездку И Как всегда Получила Огромный Импульс Да Получила Большое Удовлетворение Как бы Получила Выход Наверное Небольшому Такому Получается Кому-то Такому Географическому Застою В своем Творчестве Вот И Тема Вертикали Вот этой Горизонтали Она еще Больше Как бы Ну Все сошлось Как бы Вот В этой Поездке Получилось Так А там На берегу реки Где цвел Тогда шиповник Алый Одни простые Рыбаки Ходили к лодке Обютшалый Все сошлось В этой командировке Как утверждает Ольга И вот Пастельные листы На выставке Зеленая гора Зеленая гора Высокий берег Хужир Красная гора Вечернее озеро Черная гора Байкал Красив И остров Сам Красив Своими Горизонтальными Линиями Своей вот Этой Протяженностью Такую Текучестью И Это очень Чувствуется В Хужире В самом Поселке Где мы Жили Где почва Песчаная А небо Светлое И Горы Вдалеке В силу Каких-то Воздушных Перспектив Слоев Они тоже Светлеют И вот Такие Протяженные Светлые Линии Которые Еще Подчеркнуты Самой Архитектурой Поселка Они Деревянные Заборы Они их Белят Или Красят Белым Цветом И Вот Такое Наслоение Получается Очень Интересное Сочетание Тоже Здесь Представлено Дом На горке Хужир Ветер Хужир Полдень И так Далее Вы увидите Вот эти Работы Они Как бы Показывают Эту Тему На этом Художник Не останавливается Едем В мастерскую Ольга Михайловна Работает В технике Пастели Пастель В переводе С итальянского Означает Паста Ольга Михайловна Любит Ее За Многослойность За Прозрачность Мастерская У меня Находится В Нефтяниках На Нефтезаводской Больших Три окна Северная Сторона Мечта Для художника Но выход Идет Как бы На Такую Промышленную Зону На нефтекомбинат И там Такой Открывается Вид Пейзаж Крыши Казалось бы Существует Своя эстетика Промзоны Сейчас Даже Популярные Пленеры Промышленных Зон Устраивают Для художников Когда Видишь Это Постоянно То У тебя Вырабатывается Такое Понятие Эстетического Преобразования И Я не Вижу Этой Серости Хмурь Всегда Когда Меня Сопровождает Окно Взгляд Из окна Я всегда Вижу Очень Интересные Красивые Пейзажи Вот И Для меня Мое окно В мастерской Это такой мир Который Перестает Меня волновать Не открывается Такая большая Огромная Серая крыша Которая Создает Такие рефлексы Такие Отражающие Моменты Которые Художнику Сложно Не заметить Работа Одна работа Называется Штиль Еще Одна работа Зеленый дом Они Как раз Показывают Эстетику Вида Из окна Из моей Мастерской Стали дымом Стали выше Облака Лазурь Сквозит И на шиферные Крыши Голубой Водой Скользит Трансляция Художественного мира Через преподавание Работа С учениками Их первые Произведения Перевели на мысль Издать Красочный Альбом С их Рисунками На стихи Омской Поэтессы Нины Саранча В детской Художной Школе Номер 18 Школьные Годы На Гагарина 20 Идет урок На художественном отделении Класс Ольги Михайловны Кошелевой Нужно Передать Ощущение Ольга Цвет Получится Что у нас Например У него Здесь И мы Конечно По цвету Можем Использовать Вот так Каждая И сюда Можно Теплый Охар Добавить Старательно Карандаш Линого Художника Скрипит По белому Листу Если Линия Не удалась Можно Стереть Ластиком Приятна Похвала Но Внимательный К замечаниям Учителя Рисунок Рождается Пошагово За младшим Классом Приходит Старшая Группа 13-15 Лет Ну Художник Конечно Всегда Транслирует Каким-то Образом Своё творчество Через выставку Через Проектную Деятельность Я знаю Я знаю Я знаю Большое количество Художников В Омске Которые Создают Вот эту Передачу Себя Своего мышления 18 лет 18 лет Практики В детской Художественной Школе И 10 лет Я преподавала На кафедре дизайна В техническом Университете Преподавание Преподавание Я вот Например Считаю Что преподавание Это какой-то Совершенно Интимный Процесс Которые Ты Сам Создаёшь И Как бы Сам Проектируешь Со своими Учениками Мне Например Для Преподавания Необходим Хороший Класс Чтобы дверь Закрывалась В этот Класс Потому что Когда я Закрываю Дверь Я один На один Остаюсь С учениками И то Что Как бы Что У нас С ними Происходит Я считаю Что это Сугубо Мой Да Вот этот Процесс И Что я Могу Заложить Оно Должно Быть Так Немного Изолировано Не может Быть Это Вот Так Публично Потому что Очень Тонкие Отношения Складываются С учениками И Прежде всего Мы должны Влиять На Мыслительный Процесс Своих Учеников Каким Способом Как Это Уже Профессиональные Как бы Наши Качества Опыт Преподаю Я всегда Сейчас уже я Несколько лет Работаю С взрослой Аудиторией Ко мне ходят Ученики Взрослые Ну в общем С разным Возрастом Работаю А С детьми Чувствуешь Очень большую Ответственность В силу Того Что Как бы Наш Современный Мир Да Он Перегружен Очень Визуальным Рядом И Сформировать У детей Грамотное Отношение К этому Визуальному Ряду Это Огромная Задача Я считаю Для себя Как для художника Как для преподавателя Да Чтобы дети Правильно Расставляли Все Визуальные Приоритеты Могли Ориентироваться В стилях В направлениях Могли Считывать Нужное Изображение И все Остальное Отметать То есть Не просто Сами Научиться Рисовать А Как бы Вот Должен быть Заложен Эстетическая Потребность Да В Грамотном Таком Художественном Мышлении Ученица Ольги Кошелевой Диана Ершова Мечтает поступить В институт На дизайнера Я уже Четыре года Занимаюсь Ольги Михайловны И мне остался Один год И в дальнейшем Я хочу поступить На дизайнера Потому что Это та профессия Которая Мне нужна Это творческая Профессия В которую Нужно Вкладывать Всю свою душу В которую Нужно Искать Вдохновение Творческие идеи Проектировать Что-то И В этом Мне помогает Ольга Михайловна Она Нас Чему Научила Ну и еще Учит на протяжении Двух Лет Я участвую В различных выставках Которые она Меня направляет Мы ходим на ее выставки В дом художника И любуемся ее Картины И Она очень Хороший художник Мне очень нравится К ней ходить Потому что Это тот человек Который Изучает Из себя Добро Которое Светится Изнутри И Мне приятно Посещать Занятия Нашей художественной Вернемся Вернемся В гостеприимную Мастерскую Художника На нефтезаводской За чашкой Чая Рассматриваем Альбомы Один из них Пастель России С работами Ольги Кошелевой И дарственными Надписями Мне кажется Таким ценнее У художники Которые Несмотря Ну уже Понимают Что не будет Коммерческого Успеха Да У нас Этой техникой То есть Все равно Продолжают Работу Потому что Как материал Вот эта Знаменитая Работа Белые Ворота Работы художницы Хранятся в собраниях Омского областного музея Имени Брубеля Городского музея Искусства Омска В частных коллекциях России Франции США Великобритании Понятно Что каждый художник Ставит перед собой Определенные цели Достигает Какого-то там уровня Дальше Шагает И Очень интересно Как вот она В своей философии В своем мировоззрении Вот Как она будет Это все Высказывать Через свои работы Ну это вот Очень интересно Сначала рождается идея А потом Как всегда Истина Гармония Прорыв КОНЕЦ